Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. А чудом, чудом я добрался до микрофона, поскольку еще ранним утром занимался тем, что выкапывал свою машину из сугроба на даче. То есть, иными словами, в общем, то, что происходит в Москве, это, конечно, совершенно замечательно, особенно если учесть, какое сегодня число. 25 марта все-таки. Значит, а тема нашей сегодняшней передачи «Влияние Кипра на внутреннюю политику» и начну я с чрезвычайно простой ситуации. Итак, представим себе, что вы большой ученый, изобретатель и рационализатор, ну или просто удачливый человек, и то ли получили премию, то ли выиграли в лотерею много денег. Ну, в общем, у вас много денег, сильно больше, чем вы привыкли обычно тратить, и вы, значит, всерьез начинаете размышлять на тему о том, что с ними делать, потому что, ну, как бы, тратить их сразу как-то очень не хочется, мало ли чего, туда-сюда, ну, в общем, все понятно. И в этой ситуации вы, пока вы размышляете, вокруг вас вертятся разные люди, которые говорят, я точно знаю, вот зуб даю, вот надо положить в такой-то банчок. Или надо вложить в такие-то ценные бумаги. Вы, как бы, к этому человеку по каким-то причинам прислушались, вложили, соответственно, в ценные бумаги какие-то или в какой-то банчок, и у вас там капают проценты, а этот человек бегает вокруг вас и все время говорит, ну, смотри, смотри, я тебе дал такой классный совет. Ну, по этой причине, ну, вот ты же там директор института, ну, назначь меня своим заместителем, или хотя бы там начальником отдела. Но поскольку, вроде как бы, вы у него в долгу, поскольку все замечательно, вы его назначаете, все хорошо, а вдруг, а дальше в какой-то момент вдруг неожиданно, да, это я, как бы, привожу схему такую совершенно замечательную, как бы легальную, да, представьте себе, что вы руководитель крупной оргпреступной группировки, у которого тоже много денег, и он, соответственно, эти деньги куда-то прячет, и ему некий искперт говорит, вот надо вкладывать туда, я точно знаю. Так вот, соответственно, в какой-то момент неожиданно обнаруживается, что либо банк банкротится, либо ценные бумаги обнуляются, и по ним объявляется дефолт. В общем, неожиданно обнаруживается, что вы потеряли довольно значительную сумму денег. Вопрос. Виноват ли этот человек? А если он виноват, то спрашивается, должен ли он оставаться на своем месте, которое он у вас выбил, должен ли он расплатиться за те услуги, которые, как бы, за те деньги, которые, за те должности, которые он от вас получал в качестве благодарности за свои ценные советы, и, наконец, будете ли вы с ним работать дальше. То есть, иными словами, когда вы снова получите деньги, согласитесь ли вы, чтобы он до прежнего бегал вокруг вас и кричал, я знаю, я знаю. Вот это достаточно, ну, прямо скажем, ну, жизненная ситуация. Она, на самом деле, очень хорошо описывает нынешнее состояние российской элиты. Дело в том, что революция 91-го года, я уже об этом говорил, создала частную собственность. Создание частной собственности привело к появлению личных капиталов. Поскольку своей страны у нас уже не было, по этой причине, естественно, возник вопрос, где держать деньги за рубежом. И появилась тут же масса советчиков, которые говорили, что держать надо, там, в Швейцарии, в Израиле, в офшорах и т.д. Это поневажно. У каждого офшора были свои лоббисты. Так вот, теперь спрашивается, да, при этом одно из, как бы, один из принципиальных пунктов, на котором настаивали вот эти вот советчики, стоял в следующем, что на Западе есть жесткие правила, которые не нарушаются никогда. У них священное право частной собственности. И, может, конечно, они могут наехать на Россию за нарушение прав человека или там еще за что-нибудь, но никогда, категорически, ни за что не нарушат священное право частной собственности. Ну, типа, зуб даем. И вот теперь мы видим то, что произошло на Кипре. Это фактически нарушение правил вот тех самых, за которых наши советчики, которые в нашей стране взяли себе гордое имя либералов и демократов, они за свободу, за демократию, за хруст французской в булке. Они все ужасно рукопожатные. Так вот, они, соответственно, все говорили, что этого быть не может. А это случилось. И вот вопрос, виноваты ли они? Это сложный вопрос, я понимаю, я думаю, что мы его обсудим во второй части нашей программы. А это будет... Я не хочу сейчас задавать вопросы, устраивать голосование. Может быть, это как мы в другой раз делаем, там, Денис или Сережа, которые на этой неделе еще будут вести свои передачи. Но в общем и целом это все, мне так кажется, что они, безусловно, виноваты. Причем они бы не были виноваты, если бы они бы дали совет и ушли в тень. Но они, дав совет, взяли на себя функции распорядителей финансов и всего остального с соответствующими доходами за счет всех. Ровно потому, что они точно знают, как разговаривать с этим самым Западом, чтобы все было гарантировано. То есть, иными словами, они приходили к российской элите и говорили им, ребята, мы тут поговорили с Западом, нужно сделать раз, два, три, четыре, пять. С МВФ согласовано. И тогда у вас никаких проблем на Западе не будет. И раз, два, три, четыре, пять делалось. И в рамках этого раз, два, три, четыре, пять мы получили дефолт 98-го года, и кризис 2008-го года, и разрушение российской промышленности, и ювенальную юстицию, и разрушение образования, и крах пенсионной системы, и много еще чего. Но объяснение всегда было такое. Мы делаем так, как требуют на Западе. Экономика по-русски. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. На вопрос я буду отвечать через 10 минут, а пока продолжим ту тему, которую я начал. То есть, иными словами, эти люди играли очень интересную игру. Они в МВФ и, соответственно, у прочих либералов на Западе объясняли. Ребята, мы вам гарантируем, что все ваши идеи в отношении России будут исполнены. А нам они говорили, что это не мы, это требования Запада. Все цивилизованные люди так поступают, и поэтому это нужно делать. При этом все же понимали, что они несут пробу абсолютную, что все это как бы разрушение, это тотальное воровство, вредительство и так далее. Народу они ничего не говорили. Они говорили, ребята, вы только молчите, и будет вам счастье. А вот элите, они говорили вещь, которую, соответственно, мы не слышали. Мы, в смысле, люди. Но вещь была следующая. Ребята, все, что мы делаем, это то, что требуется для того, чтобы гарантировать ваши капиталы там, на Западе. Если это лично вам не... Интересно, какое вам дело до состояния образования в России? И вы своих детей будете учить в частных школах на Западе, а потом в Гарварде, или там в Кембридже, в Оксфорде. Ну, наплевать же. Вам-то какая разница? Пенсионная система, ребят, ну, вы меня простите, конечно. Вам-то зачем пенсионная система? Вас интересует только одно, чтобы с вашими капиталами на Западе ничего не было. Мы это гарантированно зуб даем. Еще мы видим сегодня, мы видим, что это и не исполнено. И вот теперь очень интересный момент. А есть теоретически несколько вариантов поведения российской элиты. Реакция первая. Российская элита все это схавает. То есть, иными словами, она не отреагирует никак. Ребята нас кинули, ну, ладно, это же такие уважаемые люди, эти лучшие министры финансов, лучшие министры экономики. Вы посмотрите на них. Они же проходили аж годовую стажировку, там, в Гарвардах, в Принстонах, в Елях и прочих разных американских университетах. Такие выдающиеся люди. Ну, почему бы им не дать украсть у нас деньги? Ну, это же святое. Таким хорошим людям грех бы не дать. Ну, в этом случае можно сразу сказать, что этой элите конец. Да, потому что элита, она темой и отличается, что она должна хоть как-то защищаться. Если она защищаться не может, это не элита, а жалкое дерьмо, которое как бы смоет первым же потоком. А вариант второй. Они попытаются заставить этих людей сделать хоть что-то. То есть пойти на какие-то договоренности. И договориться о чем-то. Либо самостоятельно выйти на Запад и о чем-то попытаться договориться. Я вам могу сказать сразу, что ничего не получится. По очень простой причине. Ну, во-первых, либерасты наши, они вообще никому не интересны. И на Западе тоже. А, но самое главное другое. Меняются правила игры. Понимаете, МВФ не от хорошей жизни пошел на конфискацию вкладов и отмену священного права частной собственности. Это связано с тем, что дела идут очень плохо. Когда дела идут очень плохо, реакция ситуативная и как бы реагирует только на тех, на кого имеет смысл реагировать. Я хорошо помню 98-й год, когда толпы вкладчиков штурмовали закрытые двери банка, а в это время с заднего хода конкретные ребята выносили чемоданы с деньгами и с прочими активами и документами. Потому что всем было понятно, что есть люди, которым владельцы отказать не могут. Есть много таких историй. У меня был знакомый, который в одном из на тот момент уважаемых банков ухитрился снять вклады. У этого банка была очень высокая ликвидность, и он как бы смог отдать. Он взял эти вклады, приехал к себе домой. У дверей дома его уже ждали бандиты, которые очень вежливо взяли у него портфельчик и ушли. И все. И все. Откуда они получили информацию, что он из банка взял деньги? Откуда они знали, где он живет? Но это, в общем, отдельная тема. И такие случаи были достаточно частые. Так вот, либо наша элита будет вот этим вот самым народом, который будет толпиться у закрытых дверей, стучать, так говорит, МВФ, Евросоюз, ну дайте копеечку. Ну это же наши деньги-то, наши. А им в ответ охранник говорит, не положено. Было ваше, стало наше. Это вариант два. И, наконец, вариант третий. Вариант третий состоит в том, что будут предъявлены некоторые новые свои правила игры. Очень условно. Ну, например, если в данной стране или данными странами были одобрены конфискационные реформы по отношению к российским деньгам, то представители этих стран не могут участвовать, скажем, в российских конкурсах на распределение недр или еще чего-то. А те, которые уже выиграли, те, соответственно, обязаны будут либо оплатить штраф, либо сдать лиц. Четко, холодно, жестко. А если им это не нравится, пускай они идут к своим правительствам и говорят, ребята, у нас тут вот, соответственно, на 12 миллиардов активов, вот будьте любезны вернуть России ее 5 миллиардов, иначе мы потеряем 12. Ну, но такое поведение требует радикального изменения схемы, модель. Это невозможно сделать, если эти же люди потом эти деньги, которые им вернули, придут и положат обратно в иностранные банки. Это уже будет совершенно полный нонсенс. Ну, представьте себе на секундочку, что вы как бы с автоматом в руках ворвались в этот уже практически закрытый банк черного хода, направились, значит, на руководство, получили свои там 100 тысяч долларов, а дальше вернулись в этот же банк с открытой дверью и положили в этот же банк эти же 100 тысяч. Это уже просто в голове не укладывается. Таким образом, мы исходим из следующей позиции, что если наша элита не предложит некоторых новых правил игры, обращаю ваше внимание, еще совсем недавно это было сложно, потому что все играли по единым правилам. Сегодня эти правила нарушены, их больше фактически не существует, и фактически есть карт-бланш на создание новых правил игры. Китай так занимается их созданием уже довольно давно, и не только Китай. Я обращаю ваше внимание, такого рода вещи, как, соответственно, смена римского папы и как бы демонстративный, я бы сказал, смена вектора на традиционные ценности в Ватикане, это, ну, в общем, демонстрация того, что идут некие подспудные процессы, они уже вырываются на поверхность, а у нас они не идут. Почему? А то, что у нас их делать некому. У нас везде либерасты. И вот вопрос. Если наша элита продолжит общаться с нашими милыми, добрыми, ласковыми, нежными, и самое главное, абсолютно правдивыми либерастами, то в этом случае ее не будет. По банальной причине. Потому что, когда у вас идет тотальное банкротство всей финансовой системы, то деньги берут там, где они есть. Если их никто не защищает, значит, они лежат на земле, их можно взять. Вот наши деньги взяли, если мы не дадим отпор, то в этом случае у нас отберут и все остальное. И это значит, что единственное, что сегодня может сделать наша российская элита в своих интересах, я даже не говорю сейчас про интересы народа, страны, в своих личных, собственных интересах, это срочно и немедленно использовать страну в целом как инструмент изменения правил игры. Потому что самостоятельно она изменить правила игры не может. У нее единственный более-менее серьезный ресурс, это, собственно, страна в целом. Вот это вот и есть та задача, которую она должна сегодня решить. Если она этого не сделает, то достаточно короткое время ее не станет. И видит Бог, это объективная ситуация. Мое личное отношение тут совершенно ни при чем. Экономика по-русски. Или особенности национальной экономики. Вращаемся в студию микрофона, Михаил Хайзин. Продолжаем нашу передачу. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил. Вопрос по поводу либерастов. Значит, вот вы и в этой передаче, и в прошлом говорили, что у нас вот те, кого принято назвать либералами, они на самом деле далеко не либералы. И вопрос, кто они? Вот дайте четкую дефиницию. Причем не такой, что они там чудаки на букву М. А максимально полную и адекватную. Знаете, это вопрос сложный. Потому что их можно самыми разными способами вычислять. Я думаю, что большая часть нашего народонаселения отлично знает, кто у нас либераст, а кто нет. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич. Назовите хотя бы одну причину, по которой вот этому правящему классу господствую, в которую вы их называете, по которым им нужна страна, эта страна, как они говорят, и этот народ. Им гораздо легче жить и без народа, и даже без страны. Нет ни одной причины, по которой им это нужно. Потому что они все равно потом ограбят. Ограбят и этот народ, и эту страну. То есть, что они потеряли 100 миллиардов долларов или 200, для них это копейки. Они вывозят триллионами, десятками триллионов долларов. А, видите, в чем дело? Дело в том, что когда у Запада нет денег, то он предпочитет вывозить сам. Ему для этого посредники не нужны в виде российской элиты. Он, собственно, и либерастов-то держит только для того, чтобы некоторую видимость изобразить. Правда, свободы и демократии. Ну, должно же кто-то кричать, ай, как хорошо. Он к нам будет жить, если мы, наконец, выстроим светлое либерастическое общество. А что касается элиты, то у нее нет другого шанса. Знаете, элита у страны и у народа. Если нет народа, то нет и элиты. Вон Борис Абрамович Березовский. Типичный совершенно пример. Вывез денежки. Казалось бы, миллиард долларов вывез. Живи, не хочу. Где у него были денежки перед смертью? Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да. Добрый день. Хочу напомнить вас. Предыдущий оратор спрашивал, задал вам вопрос. Пусть он ответит. Куда делись деньги Ирака и куда делись деньги Ливии? Туда же делятся и деньги нашей России, к сожалению. Спасибо. Да. То есть в этом смысле без России не получится. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Добрый день. Евгений Москва, вы очень интересно слушали вашу передачу. Я с вами все-таки согласен. У меня, знаете, какой вопрос. Если можно, какие последствия для российских банков и в целом для российской экономики будет иметь вот эта вот кипрская экспроприация, ну, по сути говоря, наших денег? Потому что есть подозрение, что наши госбанки держат там филиалы свои деньги за достаточно большим количеством. И не повлияет ли это на их финансовое состояние, на финансовое состояние наших вкладчиков? Понимаете, этот вопрос сложный. Я на него не берусь ответить. Я специально этим вопросом не занимался. Дело в том, что наши банки, они на самом деле создавали филиалы на Кипре, чтобы их использовать как расчетные центры для российских компаний. Для того, чтобы облегчить. У нас же, это вот меня всегда поражало. У нас, значит, вот Дмитрий Анатольевич Медведев, он очень хочет сделать российский, московский финансовый центр, не понимая, что у нас нету суверенной денежной системы, потому что у нас денежный оборот выведен за пределы страны в силу общего идиотизма российского управления денежного. Ну, можно сказать, либерастического, но тут как бы не только либерастического, тут еще и такая особенность национальной культуры. И по этой причине там просто удобнее рассчитываться там. И поэтому очень сложно сказать, а сколько там денег. То есть могло оказаться, что на этих расчетных счетах ноль какого-нибудь банка. Могло оказаться, что именно вот сейчас много денег. Поэтому мне сложно сказать, это надо экспертов спрашивать. Ну, в общем, я думаю, что в интернете на эту тему будет много информации в ближайшие дни. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я слушаю. Я хотела сказать, что вокруг нас вот разбойники, бандиты, это пираты бывшие. И пока мы будем учить английский язык, язык пиратов. Вокруг нас будут эти разбойники и воины. Это написано в книге в Ашкерте Николая Ивановича. Вопрос задавайте. Вопрос задавайте. Ну, вот сейчас хотелось сказать, когда же мы прекратим учить английский язык? Вы знаете, а сам по себе язык, вообще говоря, никакого вреда не несет. Я, правда, английский язык не учу, поскольку я считаю, что современная экономическая теория пишется на русском языке. По этой причине это просто ни к чему. А я экономикой занимаюсь. Я думаю, что в части экономики мы обгоняем мир, ну, как минимум на 3-4 года, а может и больше. Я вот читаю то, что пишутся. Даже не то, что пишут, потому что читать современные работы невозможно. Это не экономика, это то, что я бы назвал псевдоэкономическое моделирование. То есть, иными словами, строятся некие модели, которые априори уже не имеют никакого отношения к реальности, а потом на основании этих моделей делаются какие-то выводы. А если говорить о реальной экономике, тут мы очень сильно обгоняем мир. И я просто сталкиваясь с разными экспертами, это вижу. И не только я. Так что, на самом деле, в этом смысле, как бы, ребята, учите русский. Во всяком случае, без русского современную экономику понять нельзя. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот непонятно, какое отношение имеет банкротство страны Кипра и банкротство банков? То есть, это совершенно два независимых вопроса. Ну, это не совсем независимые вопросы. Но, в общем, насколько я понимаю, для того, чтобы спасти Кипр от банкротства, была сделана попытка обанкротить его в банке. Но в реальности был дефолт, в общем, уже самого Кипра, в связи с тем, что он объявил банковские каникулы. Так что, давайте не будем влезать в тонкости. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, я слушаю. Михаил, добрый день. Игорь Дмитриевич, Москва. Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что из нашей страны, и мы сами этому способствуем, Запад пытается сделать огромное на всей территории страны транснациональной корпорации? Ну, вы знаете, на самом деле, теоретически, это, может быть, было бы не так плохо. Дело в том, что если мы рассмотрим с экономической точки зрения Советский Союз, то мы увидим, что он выступал в мире как очень большое государство-корпорация. Поэтому там и конкуренции внутренней не было, потому что это было, ну, как бы внутри любой крупной корпорации конкуренции нет. Так что, на самом деле, к этому нужно подходить осторожно. Они нас раздербанить хотят, чтобы все, что есть на нашей территории, было собственностью какой-нибудь корпорации. А национального правительства, чтобы здесь не было, но уж получится, не получится, это отдельный вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Не хотят. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Михаил, меня зовут Андрей. Я с интересом выслушал ваше представление о возможном происходящем событии. Меня интересует в этой ситуации повышенность конфликтности, потому что элита не едина. Как это может происходить? И какая группа, ну, я имею в виду, что это, возможно, какое-то ГКЧП, как это может происходить, вытеснение вот этой группы и приходу к власти национально ориентированной элиты, националистической. Как вам это видится? Меня просто интересует. Ох, ну как, на самом деле это происходит одним из двух способов, либо, соответственно, ну, одним из трех способов. Способ первый, наиболее такой кровавый, это революция снизу. Способ второй, это верхушечная революция. И способ третий, это переворот, то есть, когда к власти приходит контр-элита, но без революции. В некотором смысле это то, что произошло, например, в, там, девяносто первом году. А революции у нас не было, в нашей стране, в некоторых других республиках они были. Экономика по-русски. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин, на телефон прямого эфира 788-107-0. Я продолжаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Ну, не хотите, не надо, что что-то можно сделать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав. Вот мы на всю страну услышали о том, как государственные корпорации и крупные частные компании хранят деньги в офсорах. Почему бы-то люди задумаются, а вот мы тоже будем уходить от налогов правовыми способами. Много ли, да считай. Дело в том, что для рядового обывателя это слишком дорого. Это не получится. То есть в этом нужно разбираться. Это имеет смысл только начиная с какого-то уровня денег и доходов. А простые граждане от налогов уходят другими способными. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здравствуйте еще раз. Я хочу сказать, а почему не национализировать всю собственность владельца которой, значит, в этих офшорах? Ту собственность, которая находится на территории Российской Федерации. Сначала попросить объявиться владельцам, если они не объявятся, не объявят себя, национализировать. И отменить приватизацию. А дело в том, что это очень сложная тема. Мы обязались выполнять некоторые правила, в том числе священного права частной собственности. Никто не сказал, что нужно обязательно знать, кто является конечным владельцем. А если владелец иностранной компании, нас обвинят, черти в чем. Это же Евросоюзу и МВФ можно заниматься конфискационной реформой. А если это произойдет в России, то он на нас спустит всех по собакам. Это, кстати, один из результатов работы наших либерастов. Надо отдать им должное. Молодцы ребята. Здравствуйте, слушаю вас. Здравия желаю, Сергей Борисович из Москвы. Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста, как можно всерьез рассуждать о том, что кто-то там Запад собирается свергать или как-то приструнить так называемое национальное правительство Российской Федерации, если известно, по крайней мере, с 2011 года, что карусельный президент и тире премьер-министр Владимир Владимирович Путин имеет гражданство Германии, помимо российского. Ну, для меня это новость, я про это не слышал никогда, поэтому мне сложно сказать. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, назовите, пожалуйста, еще несколько офшорных зон. Бога ради, а вам зачем? Британские Виргинские острова. Так, еще, пожалуйста. Ну, посмотрите, господи, возьмите, займите в Яндекс или даже, прости господи, в Гугл и наберите офшорные зоны, а вам они там полный список выскочат. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Виктор, Москва. Европа нашла 10 миллиардов евро для помощи Кипру. Могла бы найти 15 миллиардов, непринципиально. Получается, они кинули Россию на деньги, Россия упадет в потребление, упадет в производство в Европе, они тем самым пили цук, на котором сидят. Как вы считаете? Почему они напечатали больше денег и не дали Кипру больше? Да бога ради, ну вы какие-то странные... Понимаете, у нас есть некоторое видение экономики в целом, некоторый системный взгляд на вещи. Там сидят чиновники, которые решают сиюсекундные задачи. И сидит МВФ, который решает свои задачи. К Евросоюзу нужно приструнить Кипр и посмотреть, что будет, если сделать конфискационную реформу. МВФ четко понимает, что надо, соответственно, ликвидировать современную банковскую систему и тоже хочет потренироваться на кошечках. В общем, все более-менее понятно. И о том, что какие-то долгосрочные... Простите, надо еще дожить до этих самых долгосрочных последствий. Нам бы день простоять до ночи, продержаться. Вот у них мысль-то какая. А вовсе не о том, что будет через пять лет. Ну, собственно, на этом наше время подошло к концу. Микрофоном был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Русская служба новостей. Радио РСС.